Признаки смирения и смиренно-мудрее. Эпиграф. Через смирение входят в человека все духовные дарования. Игумение Арсения. Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, «Смирение — жизнь небесная на земле, благодатное, дивное видение величия Божия и бесчисленных благодеяний Божьих человеку, благодатное познание Искупителя, последование Ему самоотвержении, видение погибельной бездны, в которую не спал род человеческий. Вот невидимые признаки смирения. Вот первоначальные чертоги этой духовной палаты, созданной Богочеловеком. Смирение не видит себя смиренным. Напротив того, оно видит в себе множество гордости. Оно заботится о том, чтобы отыскать все ее ветви, отыскивая их, усматривает, что и еще надо искать очень многое. «Водимый смирением, чем более богатеет добродетелями и духовными дарованиями, тем делается скуднее, ничтожнее перед собственными взорами». О том же пишет и отец Александр Ильчининов. «Все добродетели — ничто без смирения». Пример фарисеи. «Вся сумма добродетелей при отсутствии смирения — кораблекрушение у пристани». Признаки смиренных — не верить своим достоинствам, не знать даже о них, смиренно мудрее, не осуждать, радоваться уничижению. И им блаженство на первой же ступени. Когда надо дать оценку духовной высоты человека, надо прежде всего оценить степень его смирения. Обычно по наличию смирения иноки различают великих подвижников, кто они — святые или находятся в прелести. Так некогда отцы-пустынники испытывали богоугодность преподобного Симеона Столпника, соблазняясь необычностью и новизной его подвига стоянием на столпе, и, боясь того, что этот подвиг преподобный Симеон несет самовольно, отцы послали к нему свое решение, чтобы он сошел со столпа и последовал бы жизни других пустынников. Вместе с тем посланным было сказано, что если преподобный Симеон послушает их, то есть проявит смирение, то они должны оставить его стоять на столпе. Когда преподобный узнал о решении собора отцов-пустынников, он тотчас же стал сходить со столпа. Так наличие смирения засвидействовало богоугодность подвига преподобного. Как и у всяких добродетелей, у смирения есть несколько ступеней. Святой Иоанн Лествичник говорит, что степень смирения человека можно видеть из отношения его к осуждению других. Он пишет, «Один каждый день судит других, другой не судит других, но не осуждает самого себя, третий не заслуживает осуждения, всегда сам себя осуждает». Архимандрит Иоанн говорит, «Иногда человек не хочет видеть чужих грехов. Это доброе, праведное состояние, но это еще не смирение. Смирение — это когда человек не может видеть чужих грехов, слишком видит свои, слишком зрит перед собой Бога. Последнее говорит о совершенном развитии смирения. И так смирение связано органически с постоянным укорением себя за все грехи и прегрешения, упущения, леность, нерадение, малодушие, маловерие, боязливость и все недолжные чувства, слова, мысли, дела и даже взгляды, в том числе самые малейшие проявления раздражительности и осуждения». Как пишет преподобный в Арсенофии Великий, «Признавший себя грешником и виновником многих зол, никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Совершенное рассмирение состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что сносил Учитель наш, Господь Иисус». О признаках полноты смирения пишет так и преподобный Исаак Сирьянин. «В смиренном нигде не бывает поспешности, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое. Ничего нет, что могло бы его изумить, привести в ужас, потому что ни в печалях не ужасается он и не изменяется, ни в веселье не приходит в удивление, но все его веселье и радование в том, что угодно владыке его». Смиренный не смеет и Богу помолиться или просить чего-либо и не знает, о чем молиться, но только молчит всеми своими чувствами, ожидая одной милости и того изволения, какое изыдет о нем от лица достопоклоняемого величия. И осмеливается только так говорить и молиться «По воле Твоей, Господи, да будет со мною». «Где глубокое смирение, там и слезы обильные», говорит преподобный Симеон Новый Богослов. «А где слезы, там и посещение Святого Духа». А в том, что начинает быть под действием Его, появляется всякая чистота и святость, и он видит Бога, и Бог презирает на Него. «Ведой Чаадо, что Бог не благоволит так ни к посту, ни к бдению, ни к другому какому телесному труду и не являет себя никому другому, как к смиренной, непытливой и благой душе и сердцу». Ряд признаков совершенного смирения указывает епископ Вениамин Милов. «На лице смиренного отблеск радости, незлобия и красоты. Он приветлив и ласков ко всем, неподражаемо прост и готов оказывать всякие услуги уважения окружающим. Кротость смиренного часто похожа на детскую нежную наивность. Кроткая любовь невинного привлекает к смиренному сердца окружающих. Все его взаимно любят, как ангела, услаждаются его смиренно-мудрой беседой и радостно отвечают на его приветствие. К нему расположены даже своевольные люди за редкостное совмещение им в себе произобильной любви, тихости, простоты и общей доступности. Смиренный назидает окружающих с любовью, запрещает с тихостью и без конца толкотерпит согрешающих в надежде на их исправление. Благодаря обильному сиянию в душе смиренного невещественного света благодати, он ясно видит всегда свои недостатки и грехи. Самоукорению его и снисходительности к другим нет меры. Он оправдывает, извиняет немощи окружающих безгранично, а о себе говорит «Грешником я засыпаю, грешником и пробуждаюсь». Какавва Сесой говорит «Не знаю, начал ли я еще покаяние». Как преподобный Памва говорит «Чувствую, что я еще не начинал служить Богу». Как преподобный Силуан, ученик Пахомий Великого говорит «Я вижу неизменность моих грехов и готов отдать жизнь, только бы получить прощение». Смиренный не терпит никакого отличия себя от других. Во власти своей над другими людьми видит только знак обязанности служить их спасению, ставит себя ниже подвластных во мнении о себе и обращении. Как говорит старец Силуан со старого Афона, «Кто стяжал Христово смирение, тот всегда желает укорять себя и радуется поношением, и скорбит, когда его хвалят». Но это еще первоначальное смирение. А когда душа познает Господа Духом Святым, какой Он смиренный и кроткий, тогда видит Себя хуже всех и рада сидеть на гноище, как Иов, в худых одеждах, а людей видеть в Духе Святом, сияющими и похожими на Христа. Старец Силуан предупреждает при этом, что благодать легко теряется из-за тщеславия, из-за один гордый помысел. Много можно поститься, много молиться и много делать добра. Но если при этом будем тщеславиться, то будем подобны бубну, который гремит, а внутри пустой. Тщеславие опустошает душу, и много надо опыта, нужна долгая борьба, чтобы победить его. И теперь день и ночь прошу у Господа Христово смирения. Борьба упорна, но только для гордых. Смиренным же легко. Благодатья Святого Духа, даруемой смиренным от Господа, боятся наши враги, ибо она их опаляет. О признаках смирения так пишет и Петр Иванов в своем труде смирения во Христе. Никто не должен делать свыше своих сил. Это не полезно. Но всегда должно быть недовольство своими делами. Постоянное сознание «мало, мало я делаю, плох я, несовершенен». Это сознание и есть наша непрерывность в стремлении к Богу. «Беспредельное совершенствование». Не видение и не чудеса служат мерилом правильности, ибо видение чудеса доступно также и демонам, но смирение и послушание. Самая основа праведности заключается именно в сознании себя ничем. Все Бог. Без Него я ничто. «Чтобы удержаться с Богом, продолжать делать Божье дело, я должен смирять себя беспредельно». Душа, истинно христолюбивая, хотя бы совершила тысячи праведных дел по ненасытному стремлению своему ко Господу, думает о себе, будто бы ничего еще она не сделала. Хотя бы изнурила тело свое постом и бдениями, при таких чувствованиях остается, будто бы не началось еще трудиться для добродетелей. Где же предел этому праведному смирению? Его нет. Нет такого состояния праведности, когда мог бы человек остановиться в приятном сознании достигнутых результатов. Сколько бы ни сделал, все-таки должно считать себя грешнее всех людей. Всегда, как мытарь, а не как фарисей, никогда не обращать внимание на чужие грехи, а только на себя, на свои. Смирение говорит, все, что имеешь, это от Бога, и все, что делаешь хорошо, это от Бога. Чем меньше будешь полагаться на свои силы, прося у Бога помощи, тем лучше. Христианский идеал совершенный отказ от самого себя, вручить себя, свою жизнь, всякое свое дело, каждую свою минуту Богу. Не мы делаем, а Бог через нас делает. Вот христианское осознание, выше которого нет. В Писаниях Святых Отцов, кроме слова «смирение», встречается также слово «смиренно-мудрие». Есть ли между ними разница? Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, «смиренно-мудрие» есть образ мыслей, заимствованный всецело из Евангелия, от Христа? Смирение есть сердечное чувство, есть залог сердечный, соответствующий смиренно-мудрию. По мере упражнения в смиренно-мудрии душа приобретает смирение, потому что состояние сердца всегда зависит от мыслей, усвоившихся уму. Отсюда будем считать, что смиренно-мудрием называют начальную стадию смирения. Мудрость в том, чтобы искать смирение, состояние души, стремящееся к смирению, но еще не получившее его в полной мере как дар от Господа. Тот, кто хочет получить дар смирения, должен во всем подражать смиренным по закону от внешнего к внутреннему. Тогда при непрестанных и усиленных трудах в смиренно-мудром будет возрастать и добродетель смирения. Итак, христианину, чтобы приобрести смирение, надо понуждать себя к смирению в мыслях и чувствах, к самоуничижению в действиях и к постоянной памяти о совершенных им в жизни грехах. необходимо начать с прохождения известной школы, как это нужно, например, для развития музыкального или художественного таланта или приобретения навыка в каком-либо искусстве или ремесле. Тщательную заботу о развитии смирения среди своих братьев проявляют духовно благоустроенные монастыри. Обычными средствами для развития смирения там являются следующие. Вновь поступающим инокам вначале поручается наименее почетная, часто грязная, черная работа. Затем их приучают безропотно переносить публичные обличения и оскорбления, хотя бы они ни в чем не были виноваты. И если в новоприбывшем можно заметить склонность ценить себя по причине какого-либо дарования, то стараются с корнем вытравить его самомнение. Вот как, например, испытывалось и насаждалось смирение святого Иоанна Дамаскина, знаменитого творца церковных песнопений. Первый вельможа Дамаска Иоанн пришел в обитель Савы Освященного с просьбой принять его в иноки, когда по всему православному миру гремела о нем слава. О нем говорили как о ревностном защитнике православия, получившем от Богоматери чудесное исцеление своей отрубленной руки, писавшей обличение иконоборцев. Дар писателя и песнопевца был велик у Иоанна. Но иноки старцы не этот дар хотели видеть во вновь пришедшем к ним брати. Они хотели видеть в нем прежде всего спасительное для всех смирение. Поэтому были закрыты уста песнотворца со строгим запрещением ничего не творить. Вероятно, это испытание для Иоанна было наиболее трудным из всех, которые можно было придумать. Однако Иоанн смирился и стал незаметным иноком обители. много лет были закрыты уста Иоанна. Вот один из тех уроков, которые вели его к смирению. Послушанием Иоанна было плетение корзин. Его старец велит ему взять корзины, снести в Дамаск и там продать их по цене, которая значительно превышала обычную. И вот соправитель дамасского князя стоит в убогом рубище на Дамасской площади и продает корзины. Но все, кто хочет купить их, справившись о цене, смеются над Иоанном. Так долго стоял Иоанн под насмешками толпы, не смея нарушить приказание старца избавить цену, пока Господь сам не послал избавления рабу своему. Один из старых слуг Иоанна узнает его и, желая избавить его от насмешек и поношения толпы, покупает все корзины по назначенной цене. Затем Иоанн тяжело провинился перед своим старцем. Один из братьев попросил его облегчить его скорбь об умершем родном брате и сложить для него умилительную надгробную песнь. Так появился ряд погребальных песнопений, которые ныне поются в церкви. Узнав об ослушании Иоанна, старец сильно разгневался, отлучил его от общения с собой и выгнал из кельи. В горе ищет Иоанн заступничество у отцов Лавры. На просьбы последних сжалиться над Иоанном старец налагает на него эпитемью очистить все смрадные места Лавры. Ужаснулись отцы суровости наказания и не смеют передать о нем Иоанну. Как рука Иоанна, исцеленная Богоматерью и слагающая божественные песнопения, будет выполнять эту грязную работу? Но Иоанну прашивает их сказать им решение старца. Когда Иоанн узнал о нем, то, к удивлению старцев, весьма возрадовался и немедленно пошел выполнять приказания старца, узнав о смирении ученика. Старец прощает Иоанну. После этого, по повелению Богоматери, явившейся старцу в видении, открываются уста Иоанна, и остаток своих дней он посвящает творчеству церковных песнопений и духовных сочинений. Здесь уместно вспомнить, что по свидетельству игумена Антони Оптинского, преодолению его гордости и исправлению характера много способствовали послушание, очищение отхожих мест и собирание навоза по дорогам для удобрения огородов. Вот еще рассказ святого Иоанна Лествичника о том, как старцы насаждали смирение в тех, кто в миру были сильно подвержены гордости. Рука Господня касается сердца городоправителя Александрии жестокого и надменного Исидора. Исидор идет в монастырь с просьбой принять его вынаки. Игумен, зная гордости Исидора, назначает ему суровое и тяжкое послушание. Быть привратником, стоять у ворот обители, кланяться в землю каждому входящему и выходящему из обители и говорить «Помолись о мне, Отец, я в падучей болезни». Исидор принимает послушание и в семь лет достигает полного смирения и очищения души. Вот как рассказывает сам Исидор о постепенном размягчении его сердца и развитии смирения. «Вначале я рассуждал, что продан за грехи мои, и потому со всей горестью, с принуждением, как бы с пролитием крови делал поклон. По прошествии же года сердце мое не чувствовало уже скорби, ожидая от самого Бога награды за терпение. А когда минул еще один год, тогда уже с сердечным чувством стал я почитать себя недостойным и пребывание в обители, и лицезрение отцов, и встречи с ними, и причащение святых тайн, и не смел смотреть в лицо кому-либо. И тогда уже искренне спрашивал молитв у входящих и выходящих. Субтитры создавал DimaTorzok